А сейчас Варвара Рукачева, журналист и редактор журнала «Государственная безопасность» выступит сообщением под названием «История и жизни защитника Родины Александра Орлова». Добрый день, меня зовут Варвара Рукачева, я журналист, главный редактор журнала «Государственная безопасность». Сегодня я пришла к вам, чтобы выступить с докладом. Доклад называется «История жизни защитника Родины Александра Орлова как проявление патриотизма и самоотверженного труда на благо России длиною в целый век». В этом году мне посчастливилось познакомиться с удивительным человеком Александром Николаевичем Орловым, настоящим патриотом, посвятившим всю свою жизнь защите Родины. На примере его замечательной жизни я хочу вам показать, как нужно беречь, ценить, любить и защищать свою Родину, как надо любить свою семью, какими воспитывать детей. Александр Орлов – один из тех редких людей, кто в возрасте 85 лет открыл в себе писательский талант. Одна за другой выходят его книги о кумире жизни Рихарде Зорге. А в прошлом, в 2019 году, свет увидела книга воспоминаний. Без назиданий и нравоучений. На собственном примере он доказывает, что настоящему патриоту никакой враг не страшен. Ему под силу справиться с любым противником. Проснувшийся писательский талант помог пережить самую большую утрату в жизни – смерть любимой жены. Воспоминания о совместной, длинной, трудной, но счастливой жизни оживляли перед глазами людей события. Год за годом он заново проживал свою жизнь, создавая книгу воспоминаний. Она так и называется – «Минувшее проходит предо мной». Родился Александр Николаевич в деревеньке под Смоленском в 1927 году. Однако семья нашего героя вскоре перебралась в деревню Клинцы Грачевского района Оренбургской области. Центральная Россия была слишком перенаселена в те годы. Вот и отправились Орловы осваивать свободные земли Оренбуржья. Будучи еще совсем маленьким, Александр Николаевич несколько раз оказывался в шаге от гибели. Но выживал. Судьбой ему была уготована длинная жизнь. В 1941 году Орлову 14 лет. Началась Великая Отечественная война. В первые дни все военнообязанные были призваны в армию. В трудовом строю их заменили женщины, старики и школьники-подростки. Война вынудила быстро повзрослеть, возмужать. Все от мала до велика сплотились во имя защиты Родины. Вот как описывает это время Александр Орлов в своей книге «Минувшее проходит предо мной». Через пару недель после начала войны я обратился в местный колхоз и попросил перенять меня на работу, чтобы во время школьных каникул помогать оставшимся в тылу старикам и женщинам. Меня отправили на сенокоз заготавливать корма колхозному скоту. Помогал я и убирать урожай зерновых. Вместо машин, которые были отправлены на фронт, мы везли зерно от комбайна до тока на валах. Тяжело было. Очень. Но мы, стиснув зубы, терпели. Тем, кто защищает нас на передовой, было еще сложнее. А ведь кроме общественных работ нужно было позаботиться и о своем домашнем хозяйстве. Отец ушел на фронт, и всю работу по хозяйству приходилось выполнять мне. Учаясь в старших классах, Саша параллельно окончил шестимесячные учительские курсы и работал учителем немецкого языка и химии в средней школе в поселке Революционный Грачевского района. В 1944 году пришла повестка из военкомата. И 9 ноября того же года Александр Николаевич Орлов вступил в ряды Красной армии. Распределен он был в разведывательную авиацию. Воевать с немцами уже не пришлось. На исходе войны помогал тем, кто находился на фронте. В процессе учебы в училище в 1945 году некоторое время он вместе со специалистами воздушной разведки принимал участие в обработке материалов воздушного фотографирования для фронтового командования. Отмечу, что к такой ответственной работе из всего курсантского состава допустили только двух человек, одним из которых был и Орлов. На протяжении четырех лет после войны свои знания, полученные в авиационном разведывательном училище, применял на практике, занимаясь аэрофотограмметрией и дешифрированием. Он хотел стать переводчиком, потом историком, но судьба распорядилась иначе. В 1949 году энергичного, сообразительного и к тому же очень ответственного молодого человека заприметили чекиста и пригласили работать в органах безопасности. Александр Николаевич согласился и ни разу впоследствии не пожалел о своем решении. Работа была трудная, но интересная и очень важная для страны. Несколько раз приходилось отправляться в командировку за границу. Впервые работу в Германии Орлову предложили в 1963 году. К этому времени за плечами уже было 14 лет службы в управлении КГБ СССР по Новосибирской области и высшая школа КГБ СССР, где он получил хорошую оперативную подготовку и необходимые познания по немецкому языку. В Германии Александру Николаевичу была поручена работа по контрразведывательному обеспечению штаба ГСВГ и его управлений с позицией окружения. На хозяйственных, торговых, строительных и прочих вспомогательных объектах штаба работали сотни иностранцев из числа граждан ГДР, которые имели многочисленные связи с Западной Германией и другими европейскими странами. Большая часть этих европейцев-западников проживала в местах дислокации спецслужб иностранных государств, которые вели против штаба группы из советских войск разведывательную подрывную деятельность. Изучив оперативную обстановку, опытный контрразведчик понял, что все иностранцы, работающие на вспомогательных объектах штаба ГСВГ, замыкаются на бухгалтера-переводчика хозяйственного управления штаба, женщину, которая была бы очень ценным объектом передачи информации, незаменимым человеком с оперативной точки зрения. Орлов быстро сообразил, что жена, Любовь Сергеевна, блестяще знавшая немецкий язык, очень поможет ему в разведывательной деятельности, если устроится на работу в штаб бухгалтером-переводчиком. Начальник оперативного подразделения такую идею одобрил, так жена стала еще и коллегой, незаменимым тайным информатором. Со своей женой Любовью Сергеевной Александр Николаевич познакомился в 1951 году. Любовь Урылова в то время была студенткой второго курса иностранных языков педагогического института. Саша и Люба быстро поняли, что созданы друг для друга. Уже через полтора месяца он сделал ей предложение. Любаша согласилась, взяла его за руку и не отпускала до последних дней своей жизни. У супругов родилось двое сыновей – Сережа и Вася. Благородство, честность, самостоятельность, ответственность – такими качествами обладали сами, их воспитали и в своих детях. Сегодня для пожилого Александра Николаевича, ограниченного в передвижении из-за болезни ног и практически не покидающего своего жилища, сыновья и их жены – настоящая поддержка и опора. Родительский пример имеет колоссальное значение для детей. И Сергей, и Василий нашли себе таких жен, которых их отец не только просто воспринял как спутниц сыновей, но сроднился с ними настолько, что считает своими дочерьми. Но вернемся к послевоенным годам и службе в Германии. Судьбоносный эпизод жизни Читы Орловых произошел в 1974 году, во время очередной командировки в Берлин. Александр Николаевич вновь занимался противодействием подрывной деятельности против советских войск, дислоцировавшийся на территории ГДР. А его жене в этот период довелось работать у боевого соратника Рихарда Зорги по разведывательной деятельности в Японии в годы Второй мировой войны Макса Христиансена Клаузена. На работу к нему Любовь Сергеевна устроилась по рекомендации знакомого сотрудника представительства КГБ СССР, с которым Орловы познакомились перед выездом в командировку в Берлин. Первые два месяца Макс Христиансен Клаузен вел себя с Любовью Сергеевиной очень сдержанно и официально. Но однажды, задержавшись после рабочего дня, когда она пришла на очередное дежурство, пригласил ее присесть в кресло у его рабочего стола и сказал, «Люба, ты знаешь, кто я такой?» «Я Макс Христиансен Клаузен». Надо сказать, что при первой их встрече во время приема на работу он представился подполковником Гучей. «Я соратник Рихарда Зорги по разведывательной работе в Японии в предвоенные и военные годы. Я был у него радистом». Жена Александра Николаевича была, конечно, безмерно удивлена тому, что у такого человека находится на работе. С этого времени официальность в своих отношениях исчезла, и он стал относиться к Любови Сергеевне паотически. Чаще стал задерживаться после работы и запросто рассказывал ей о себе, о семье. «Разведывательной работе в Японии под руководством Рихарда Зорги». Вот что об этом пишет Александр Николаевич в своей книге «Минувшее проходит предо мной». Любовь Сергеевна по моей просьбе тщательно фиксировала все, что в процессе многочисленных личных бесед рассказал ей Клаузен о себе и своем руководителе по разведывательной работе в Японии, советском военном разведчике Рихарде Зорги. Я как будто уже тогда знал, насколько мне эта информация пригодится в моей писательской деятельности. Уникальные материалы легли в основу созданных мной научно-исторических произведений о легендарном советском военном разведчике, герое Советского Союза Рихарде Зорге, его боевых соратниках и их героических подвигах в годы Второй мировой войны. «Рихард Зорги – мой кумир», «Рихард Зорги – жизнь на фоне истории» и «Пламенеющее сердце». Эти работы я использовала как наглядное пособие по патриотическому воспитанию сибиряков и в особенности молодежи на различных читательских конференциях. Многолетний труд на благо Родины невозможен без хорошей физической подготовки. Десятки грамот и благодарностей украшают одну из стен его скромной квартиры в центре города. Лыжи, волейбол, легкая атлетика. Непростая работа не мешает Орлову вести здоровый и активный образ жизни. Долгие годы он является вестменным внештатным сотрудником по боевой и физической подготовке сотрудников управления. Отмечу, что все эти годы коллектив физической культуры сотрудников управления в областном совете «Динамо» занимал первые места в общем зачете на зимних и летних спартакиадах. Он всех и всегда мотивировал личным примером. А в 1993 году «Динамовцы» на очередной конференции выбирают Александра Николаевича председателем охоты рыболовного общества Новосибирской области, общественно-государственной организации «Динамо». Спортивная охота и любительская рыбалка были всецелы его стихиями. С какой любовью к природе и всему, что ее населяет, он описывает свои рыбацкие охотничьи вояжи в книге «Минувшая проходит предо мной». Как аккуратно пользуется ее благами. За первые годы своей деятельности «Орлов» вывел охотно рыболовное общество в число передовых по Советскому Союзу, за что был удостоен высшей награды Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» – звание «Почетный динамовец». Как автор нескольких научно-исторических произведений о советском военном разведчике, герое Советского Союза Рихарде Зорге, в 87 лет стал членом Союза писателей России. А в 90 лет за успехи в литературной деятельности и увековечивании памяти Рихарде Зорге был избран академиком – действительным членом Новосибирского отделения Петровской академии наук и искусств. Первым и единственным из числа сотрудников и ветеранов Управления ФСБ России по Новосибирской области за всю его историю. Огромные силы потратил Александр Николаевич Орлов для того, чтобы добиться таких выдающихся успехов. Но все это было сделано не для того, чтобы потешить свое тщеславие. Все это он делает и будет делать до последнего своего часа для блага своей Родины. За Россию Александр Николаевич болеет всей душой. Дорога страна, как родная мать, переживает он за сохранение ее суверенитета, сохранение природных богатств и грамотное их использование на благо русского народа. Желает, чтобы люди, стоящие у власти, стремились вести к процветанию Россию, развивали деревни и сельское хозяйство, мечтает, чтобы не было коррупции, а молодежь искренне любила свою Родину. Щемящей болью в сердце отзывается каждая проблема, с которой Россия сталкивалась и сталкивается. Одни стараются созидать, поднимать и развивать страну, в то время как другие стремятся ее разрушить. Гневно увлечает он разрушителей в своих произведениях и истово верит, что все беды и невзгоды переживет любимая страна, что расправит плечи, а люди, любящие искренне свою Родину, не дадут ей кануть в небытие. Александр Николаевич Орлов всю свою жизнь отдал защите России. Верит, что таких, как он, немало и сегодня. Убежден, что подрастающему поколению надо чаще рассказывать о героях с нашего двора, на которых держится страна. Это вдохновляет молодых ребят на добрые дела. Поэтому особое внимание он уделяет патриотическому воспитанию. Несмотря на свой возраст, организовывает семинары с участием молодежи, на которых на своем примере показывает, как надо любить Родину, защищать ее, помнить героев, которые сложили свои головы в борьбе за мир, чтобы наша жизнь могла быть счастливой. Красной нитью тема любви к Родине и патриотическом воспитании молодежи проходит и через его последнюю книгу, выпущенную в 2019 году. Минувшая проходит предо мной. Монументальный труд в несколько сот страниц – это не просто автобиография. Пример того, как каждый человек должен прожить свою жизнь. Еще несколько строк из книги Александра Николаевича Орлова «Пламенеющее сердце». В тюрьме Зоргий пробыл больше трех лет. Стараясь затянуть время, первый месяц вообще ничего не говорил. Правда, он с большим вниманием выслушивал следователей и хотел знать, что им уже известно. Начались пытки. Он не боялся боли. Он немало времени потратил на то, чтобы изучить все разновидности японских пыток и заранее подготовиться к ним. Во время следствия Зорги думал о том, как спасти своих соратников, как смягчить их участь. Он принижал значение каждого и сводил их к нулю. Всю ответственность он брал на себя. В тюрьме, а затем в камере смертников, Зорги удивлял своим поведением, стойким, спокойным, уверенным. Верность своим убеждениям придавала ему силу в посредней борьбе, когда все было решено и оставалось до конца сохранить свою честь и достоинство. Мало быть героем при жизни. Нужно уйти из жизни с поднятой головой. Продолжение следует... Продолжение следует...